Здравствуйте, я Ряду Черниченко и у меня такой вопрос, почему евреи тоже празднуют Пасху? Ну, потому что это событие изначально воспоминания Ветхого Завета, когда Израиль был в пленении у египтян и был явлен пророк Моисей для того, чтобы вывести из рабства египетского народ израильский. Они, совершив много чудес через пророка Моисея, Господь вывел свой народ из этого рабства, поэтому для них это тоже очень важная священная история. Вот, выход из рабства, из рабского проабощения египетского, вспоминается чудо, когда Господь разделил море черное и Израиль Пасху прошел по дну морскому, вот, а огнавшиеся за ним войска египетские, они погибли в море. Поэтому для них это тоже самый главный праздник. Ну, дело-то в том, что это Ветхозаветный праздник, сам по себе первоначально был, и Священное Писание хранит о том, что воспоминания, что Пасха у евреев праздновалась вот примерно в это же время. Вот, то есть мы сами знаем из евангельской истории, что и Пасха христианская, она была накануне еврейской Пасхи. Вот, то есть сам Спаситель шел в Иерусалим, чтобы встретить Пасху. Вот, но тем не менее, то есть христианское значение, оно изменило смысл вот этого названия. Поэтому в древних церковно-славянских текстах написано, что евреи празднуют не Пасху, а Фаску. Мы Фаской наш праздник никогда, конечно, не назовем. Вот, и поэтому, то есть вот эта вот разница, она, конечно, у нас есть, и даже сама, получается, формула, по которой мы вычисляем от определенного дня равноденствия, когда мы празднуем Пасху каждый год, она именно позволяет нам не отмечать Пасху вместе с иудейской Пасхой. Ну, у них немножко другая Пасха. Они отмечают праздник Песах, исхода, свободы от египетского рабства. А мы отмечаем другую Пасху, Пасху новую, что мы отмечаем свободу не от земного рабства, а более величайшую свободу, свободу от утяготы зла, ненависти сатанинской, которая висела над всем человечеством. Вот от этого мы празднуем свободу. И, конечно же, она не должна совпадать, поэтому у нас совершенно в разные даже дни празднуется наша Пасха. У них свой Песах, у нас своя Пасха, поэтому сводить их в одно нельзя. Поэтому у нас другая свобода, праздник другой. И как они не могут признать, мы признаем, как историческое такое существование такого праздника, как часть библейской священной истории, но праздновать исход древних иудеев из Египта, конечно, мы не празднуем. Правда, как они не празднуют нашу Пасху, не празднуют воскресшего Христа, потому что они не признают нашего Христа. Мы знаем, что есть такая традиция христианская, что хоронят только на третий день. Почему? Потому что душа в эти первые три дня пребывает недалеко от тела. И, наверное, тоже и сам Спаситель хотел этим самым показать, что Он по плоти был такой же человек, как и мы, хоть и являлся Сыном Божиим. И все человеческое, то, что Он претерпел, Он вынес до конца. То есть и вплоть до того, что даже своей смертью Он показал, что если бы это был простой человек, он бы был действительно предан тлению. Но праведнику Господь не дал тления. Как мы говорим в Символе веры, воскрес в третий день по Писанию. То есть в соответствии с Писанием, в соответствии с пророчеством. Потому что были пророчества о воскресении Христа. Псалмопея Давид говорит в 15-м Псалме об этом воскресении, что не увидит святой тления. Ну и сам Господь говорил, что надлежит мне быть распятым. Во всех четырех Евангелиях это содержится, что надлежит ему быть распятым и в третий день воскреснуть. Сочинники слышали это, но, к сожалению, не воспринимали. Или не отражали до конца тех слов, которые говорил Христос. Но, в конце концов, это случилось. Именно на третий день Господь воскрес. И это было необходимо Христу, потому что в субботу, у нас даже в православии есть такая икона «Сошествие Христа в ад». Господу нужно было сойти в ад, чтобы вывести оттуда праведников. Потому что до распятия Христова все, и даже праведники, находились в одном месте, называемом в священном писании ветхозаветном «Шеол». Да, то есть и праведники, и грешники все находились в одном месте. Чтобы вывести их оттуда, Господь сошел туда. Это было именно в субботний день. Ну, на третий день воскресения. По домостроительству. Есть такой термин в богословии. Домостроительство, то есть промысл Божий. Бог, Он по Своей силе, конечно же, может сразу и все сотворить, но Он не насилует природы. Он делает все постепенно. Опять же, очень важный момент. Трехдневное погребение, пребывание во гробе. Для того, чтобы не было соблазна для многих людей в том, что Христос действительно умер. Особенно в первые века была такая ересь, что воплощение Христова не было действительно настоящим. Для языческого мышления то, что Бог стал человеком, было вполне приемлемо. И когда проповедь христианская распространилась в языческие страны, то это легко воспринималось. Собственно, что удивительно, да, Боги становятся человеком. Ничего тут особенного не было. Но когда до сути докакивали, что действительно, действительно, по-настоящему, непризрачно Бог стал человеком, что Христос — это в полном смысле человек, вот эту весть неязыческое сознание никак не могло воспринимать. И поэтому возникали очень многие ереси, гностические ереси первых веков, которые, докетизм и так далее, которые говорили, что Христос не вполне человек. И вот особенно часто как раз в Евангелии подчеркивается человеческая природа Христа, очень важная для, особенно первых, христиан. Соответственно, и вот это тридневное погребение доказывает, показывает нам, что Бог истинно, по-настоящему стал человеком. Здравствуйте, меня зовут Кобзев Кирилл. Меня интересует следующий вопрос. Что празднуется в День Вознесения? Само слово «Вознесение» говорит само за себя. Это праздник, когда мы отмечаем Вознесение Господня. Через 40 дней после своего воскресения Господь наш Иисус Христос вознесся на небо. Он собрал своих учеников, как и обещал, и пред Ними вознесся на небо и сел Одесную Бога. И это было необходимо, чтобы в мир пришел Дух Утешитель, Дух Святой, который наполняет все и вся. Он есть во всем, и во всем космосе, во всем мироздании, и в каждой клеточке, и действует в каждом человеке. Господь же Иисус Христос нас приуготовляет для принятия этого самого главного и ценного дара, дара Духа Святого, который нам дается вначале в крещении, в таинстве миропомазания, печать дара Духа Святого. И это как залог Божественной благодати, которым мы должны в себе возрастить, воспитать самого себя, в Духе Святом научиться жить и действовать, в Духе Святом для того, чтобы иметь нас, и сметь жизнь вечную в Царстве Небесном вместе с нашим вознесшимися Господом Иисусом Христом. Вознесение Господне – это праздник, когда Господь на сороковой день после воскресения своего вознесся на небеса, вознесся чудным образом. Апостолы собрались на горе Лионской, видимо, видели, как Иисус Христос поднимался на облаке, на небеса. И в честь вот этого, значит, видимого действия, когда Иисус Христос ушел с земли на небо, в теле своем, в новом теле, празднуется Вознесение Господне. Праздник Вознесения для меня, конечно, это тоже ключевой день. Меня в этот день рукоположили в диаконы. И, конечно же, в храме Вознесения в том числе. Это очень светлый, хороший день, когда Господь вознесся на небо на сороковой день после Пасхи. Отмечаются евангельские события, как и все большинство праздников нашей церкви, они все опираются на Евангелие, и евангельское чтение, то есть когда читается Священное Писание в этот день, оно как раз об этом же и говорит. Отмечается Вознесение Господа нашего Иисуса Христа на небо. И это такое ожидаемое было событие, потому что именно после Вознесения апостолы могли ожидать сошествия Духа Святого. Хотя, казалось бы, они уже могли творить чудеса, могли исцелять больных, исцелять прокаженных, слепых и так далее, изгонять бесов. Потому что у них была благодать, но как такового Духа Святого, который, например, необходим нам в понимании Священного Писания, в правильном понимании. То есть они не разумели Священное Писание, хотя и ходили со Христом, слушали, как Он говорил, но даже таких вещей, что Он говорил, что мне надлежит быть распятым, и после трех дней воскреснуть, они этого не понимали, не слышали. А Он цитировал им Священное Писание, те пророчества, которые должны были бы сбыться в нем. Они его не понимали, не слышали. Почему? Потому что у них разум не было отверстия вот этим Духом Святым. И это было ожидаемое событие, которое не раньше, как после Вознесения, могло только и случиться. Потому что Господь сказал, пошли вам, утешители, Духа истины. Но это должно было быть только после Вознесения. Итак, по церковному календарю происходит в начале праздник Вознесения, когда Господь возносится на небо и говорит, что таким же образом потом явлюсь назад, уже говоря о Втором Пришествии. Но после этого празднуем День Святой Троицы, Сушествие Духа Святого, с которого начинается, собственно, настоящая христианская история, история христианской церкви. Тело Его вознеслось, а Дух Святый постоянно с нами пребывает. По Его обетованию, Он сказал, все с вами во все дни до скончания века. Потому что Дух-то Святой не может быть отдельно. Потому что мы верим в Бога Троица, Отца, Сына и Духа Святого. То есть видим Сына, как Он сказал, видевший Меня, видел Я Отца. Соответственно, в Нем же и Дух Святый. И также Дух Святой, пребывающий с нами здесь, являет собой самого Христа, где двое или трое соберутся во имя Мое, там, а я посреди них, говорит Христос. Поэтому это вот, если мы того хотим, если мы к тому стремимся, если мы этот Дух Святый стяжаем, своей жизнью, своими поступками, своими стремлениями, своими помыслами и так далее, то есть всем своим существом стремимся стяжать Дух Святый, то Он, конечно же, с нами. Ну и Христос с нами во все дни, до скончания века. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok